Другие вести. Зимой Карачао-Черкесии не угрожают никакие неожиданные неприятности. Коммунальная служба МЧС готова к прохождению этого красивого, но немного опасного времени года. Сегодня об этом говорили на заседании комиссии по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности в Карачао-Черкесии, в работе которого принял участие помощник полпреда президента России в СКФО Николай Литюк. Мадина Каракетова продолжит. Совсем немного остается на наступление зимы. Кто-то уже готовит сани и лыжи в предвкушении сказочного отдыха в горах. Кто-то предвидит зимний отпуск перед телевизором с чашкой горячего чая в теплой, уютной квартире. А для того, чтобы все это сбылось, трудится огромная масса специалистов. В многоквартирных домах и социально значимых объектах этой зимой будет тепло и уютно. По словам заместителя министра строительства ЖКХ Республики Зульфии Рыбачаевой, по жилищному фонду в республике к зиме подготовлены 1210 многоквартирных домов. В 69-ти заменены крыши, отремонтированы фасады и внутридомовые инженерные сети. Подготовлены котельные, тепловые пункты, приобретены запасы топлива и твердого и жидкого. Мы заготовили нормативные запасы на случай, если у нас будут перебои на 30 дней угля и на 45 дней мазута. Но есть еще то топливо, которое закупается и подвозится постоянно по договорам. На сегодня мы и запасы, которые на случай чрезвычайных ситуаций подготовили, и заключили договора. Поставка идет регулярно. Какая зима без гор, снега, лыж, а значит, возможны травмы и непредвиденные ситуации. Но по словам первого заместителя министра туризма, курортов и молодежной политики Карачаева-Черкесии Павла Селепетова, на наших курортах еще не было каких-то серьезных ЧП. Все благодаря мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объектов и, конечно же, безопасности отдыхающих. Готовность к предстоящей зиме оценят после выпадения снега. В ноябре он выпадет, значит, в ноябре проверим. Если в декабре, значит, в декабре. Конечно, нам тоже интересно, чтобы как можно раньше это проверить, чтобы можно было сравнить какие-то там замечания и недостатки. Но сейчас по этому вопросу мы только планируем такие мероприятия. Проверят готовность военно-спасательных формирований, работу скорой помощи, пожарную безопасность объектов, работающих только в зимний период. Дороги – еще один важный аспект при подготовке к зиме. Автодород читался, что и здесь все под контролем. Имеется спецтехника в достаточном количестве, заготовлены противоговоротные материалы. Но проблемой все еще остается дорога в туристическом поселке Романтик. Отдыхающие оставляют транспорт не на парковках, а на обочинах, тем самым мешая работе снегоуборочной техники и создавая аварийные ситуации. Какое решение вы видите? Решение – это закрепить ГБДД, который бы контролировал эти вопросы. И эвакуация техники с проезжей части дорог. Знаки, там все установлены дорожные знаки, запрещающие и стоянку, и что работает эвакуатор. Но эвакуацию никто не производит. Подводя итог заседания, помощник полупреда президента России в СКФО, начальник Северхавказского регионального центра МЧС России, Николай Летюк отметил, что ему приятна готовность всех служб к работе и напомнил об ответственности за свои отчеты и действия. Кроме того, Николай Летюк выразил готовность помочь в любых вопросах или сложных ситуациях, требующих вмешательства. Марина Каракетова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.